Золотой рубль с подсветкой на педестале, как безграничный полет фантазии авторов. Главный символ русской валюты может появиться напротив гостиницы на заводском шоссе 101. Подобная инициатива вызвала массу вопросов у экспертов и породила жаркую дискуссию. Я просто не понимаю необходимости установки непонятного мне, в очередной раз объясню из знака, и его непонятной связи с этим местом. Для меня это место всегда было и есть и будет символом авиационного Куйбышева. Члены комиссии предложили авторам доработать художественный образ культурной композиции и найти изюминку, которая могла бы олицетворять богатство России. Эксперты привели в пример нью-йоркского быка на Уолл-стрит, символизирующего всю мощь американского бизнеса. Кроме того, было немало вопросов по выбору конкретного места для размещения рубля. То место, где была установка, мы изменили. Мы сместили адрес тот же, но мы сместили, выбрали лучший формат посадки, где можно подойти, оставить машину, сделать благоустройство. Неоднозначно восприняли и предложение по установке памятника последнему герою русского рока Виктору Робертовичу Цою. Инициаторы хотят разместить скульптуру на частной территории у гостиницы на Самарской 110 за счет средств инвесторов. Если серьезно, по поводу Цоя, есть место его единственного концерта в 87-м году. Если уж инициаторы действительно хотят установить, почему бы нет? Можно это, насколько я помню, на Нововокзальной. Не остались без внимания и мемориальные доски. Одна из них может появиться на фасаде здания по Молдогвардейской 128. В 1941-1943 годах здесь находилось посольство Царства Болгарии в СССР. Также инициаторы предложили увековечить память директора Куйбышевского филиала Всесоюзного института инженеров железнодорожного транспорта Николая Сосевича на первом безымянском переулке 18. В конце дискуссии эксперты обсудили макеты памятников Павлу Мочелову на металлурге и Дмитрию Шостаковичу в сквере на площади Куйбышева. Для последнего уже возвели постамент. Анатолий Головко, Василий Колдашов. События.